Ты всё так плохо Командиры ЖКХ, наша служба на веках Все проблемы чепуха, если служишь ЖКХ А кто у нас? Как люди приходят, так всегда они уезжают на совещание Никогда никому не попадешь А если мы не можем? Они должны принимать тогда, когда граждане пришли Ну, порядок, это ваш порядок, а мы тоже хотим порядок навести Что это такое? Извините, пожалуйста Мы хотим поговорить Мы хотим поговорить Мы хотим поговорить Мы народ, мы власть Мы нормально ведемся А как вы, так и мы Надоели ваши отписки Я 20 организаций Прошла и все не туда, в конце концов Ну, сладенька, ты меня чуть не просила Руководители вы решили Вы просто уже Мы будем усидеть тут На этой ручке И радуетесь, что пока мы так приходим А скоро колпа с вилами придет Как это кто? Вот Флаги, смотри Вот Мы тут хотим посидеть Потому что нас сюда потом не пусть К нам даже пришли, зашли Дитя выгнали с дома Мы хотим общаться с органами власти Мы имеем на это право Роман Станиславович, мы вас ждем Как вам домой Ко мне домой так вообще завалили Это же кошмар Это помещает Это у нас органы власти Вот так светлые пределы ведут Как говорится, на ваш такой ход Мы еще один ум нарисуем Как это так? Как это так? Это что за руководитель с допорами? Формировали тут очень хорошо И замечательно устроились Это вот ваша работа Вот смотрите Что это такое Вот эти все дома Что это такое Человек Котик по кругу Где у нас власть? Зачем мы иногда должны Вы ничего не способны решать? И мы имеем на это право Прогласите, пожалуйста Как можно к вам обращаться? Инна Анатольевна Как? Инна Анатольевна Пожалуйста, пригласите Мы не уйдем А, а ко мне тоже, знаете, некрасиво У меня выхода нету Изменить Все меры красивости у вас закончились Когда с вами поступали Красиво я в суд ходила А сейчас все Когда с вами поступали А вы тут Вышел в галерийную комнату Ну это я извиняюсь Пускай мы не смотрим Это вот просто из опыта Общение Как у нас власть бегает от народа И нам приходится Так поступало У нее сын тоже в уборной комнате сидел Когда ворвались И его вытащили оттуда Из трусовых был Простите И зашли Заломились Пристава непонятно На каком основании В дом А меня не пускали в то время Вот так вот ко мне завалили Нормально? Как вы думаете? Красиво? Как было Так вот я хочу Наконец-то свою проблему Сколько можно меня посылать Туда-сюда Туда-сюда Если с нами по-человечески Мы по-человечески Да Вот я говорю Не взяли народ Нет, вот я сколько раз посмотрю Даже вот ЖКФ Приколь Вот есть Классная Они идут на контакт Они понимают У людей Какая-то проблема Это действительно Ну как вы видите Они вместе сидят Это это Он говорит Свои доводы все родственники здесь сидят по местам которые откройте нет мы хотели вот роман станислав ну нет я непосредственно к нему а у татьяны анатольевны доверенность она мне покажет я буду с ней разговаривать на основании гражданского я поняла у нее доверенность есть от того конечно я пойду с ней это понятно при как приказом у нее должна быть доверенность от юридического лица гражданский кодекс нет да да должна быть доверенность ли у вас в департаменте открыть выписку тут везде написано сведения лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица только он могу открыть ваш департамент там написано только козлов роман станиславич может действовать со мной разговаривать здравствуйте мы сами зашли нас не пускать но мы зашли да вы не ругайтесь меня зовут оксана геннадий барабанова я вам написала обращение мне вчера пришел ответ да по поводу этого обращения я посчитал что это ответ не компетентный во-первых потому что тут не приложена доверенность которого позволяла действовать от имени юридического лица на основании гражданского кодекса статья 185 187 да и сейчас мы с ней переговорили а вот эта вот женщина извините сейчас на первом этаже оксана алексеевна я считаю что наши не тот интенсивный сотрудник а мы на основании конституции 29 статьи пункта 4 я имею право свободно искать получать распространять производить там все видеофиксации у нас есть 273 федеральный закон который говорит что деятельность органов государственной власти а вот дело в том что я написала такое обращение на имя лихачёва мне пришел ответ от вас и так поняла что вы занимаетесь согласно вашему положению как раз обеспечиваете граждан газом светом водой и так далее она мне пишет ссылается на то на 540 540 статью гражданского кодекса который говорит о том что договор считается заключенным момента фактического подключения у меня есть на газ вот пожалуйста у меня было судебное разбирательство сам между регион газ принес мне документ что мой дом был подключен в девяностом году когда метро регион газа еще в полине не было поближе садик менять или договорами не касаемся она ссылается что я должна расторгнуть с ними какой-то договор но тут же говорит что договор признается расторгнутым со дня отключения газового оборудования 24 июля причина была в том что я хочу платить напрямую газораспределение несмотря даже на то что уже все оплачено из федерального бюджета на основании 97 постановления межбюджетных транспортов газ свет все оплачено уже федерального бюджета сейчас 259 приказ вот он пожалуйста тоже у нас считается на какого перепуга с граждан собирают денежки присылает значит платежки где нету специального банковского счета у нас вот есть ответ псб нам прислала что у мен регион газа должна должен быть специальный банковский счет он 408 21 у них там 407 0 2 или 3 коммерческий счет вот то есть это уже административное правонарушение статья 15.1 на основании вашего положения года об департаменте жпх и цеп я могу сейчас вам сделать заявление вы должны составить протокол на поставщика услуг якобы да потому что ваши компетенции как раз это и входит вы выявляете административные правонарушения по которым должностные лица департамента составлять протоколы вот далее по у нас куда люди доносили 30 лет свои платежи администрация зарегистрировала у них деятельность не платежного агента а деятельность почистки и уборки жилых зданий и нежилых помещений держимского 15 куда люди носили денежки они нигде не зарегистрированы не числятся нигде не в налоговой нигде я запрашиваю мое желание подключите мне газ по ни одним законом не предусмотрено отключить человеку газ собственника только пени могут а вы разберитесь а у меня было судебное решение где межрегион газу как бы разрешили допустить а у волгоград горгаз отключить мне газ я подала апелляционную жалобу апелляционная жалоба состоялась так что оставили без изменений разрешили межрегион газа но третье лицо а у волгоград горгаз было строго запрещено приближаться к моей трубе 24 июля ко мне приехал отключать газ именно та организация а у волгоград горгаз который по решению суда было запрещено это делать ворвались в дом ко мне там пугать меня по беспределу а выгнали моего ребенка в комнаты раздетого и отключили мне газ именно а у волгоград горгаз поскольку я предполагаю что это все коррупционная составляющая вот у меня факты что как еще потом в платежках межрегион газа не указан ндс налоговый кодекс освобождает а у межрегион газ не указывает этот ндс при условии что они будут в чеке указано в чеке не указываются на их платежках нету подписи горами на и бухгалтера нету печати нарушает 402 федеральный закон о бухгалтерском учете я и сказал вы все сделайте приведите свои документы в порядок диржинского 38 который абонентский отдел который выставляет на платежи он нигде не зарегистрированный день и численно пишет что тут было решение суда и это у нее в шапочке там ковровская 13 а подписано держимского 38 то организация которая не существует как она дает вам ответ а вы их принимаете не проверяете она говорит это в мою компетенцию не входит а вот государственные контракты которые говорят о том что все оплачено из государственного бюджета а вот у нас есть федеральная антимонопольная служба приказ что газ для населения значит это согласно вот этим государственным контрастом для меня 915 рублей 22 копейки за тысячу кубов а межрегион газ продает его по 8500 то есть для граждан многоквартирных домов и 5300 для меня в частном доме а я простите хочу покупать по 915 рублей 22 копейки по государственной цене как того требует постановление 549 я веду себя так как я считаю нужным не вам не легче не пускает я не говорю я же должна быть от него доверенность у вот этой женщины который сейчас будет который с нами разговаривать тоже доверенность должна быть спокойствие только спокойствие у меня есть доверенность от вас на основании что 85 и 87 статей я являюсь аттестованным муниципальным службом я не знаю это точно это она у юной мир не их волномочий она даже не знать где адрес посмотреть я хочу с вами общаться с вами с вами у нас к сожалению рассмотрение совещаний сейчас я на прием я приду еще раз межрегион газ является банкротом это вообще просто что это такое да вы посмотрите есть у нас официальный выписка из игры а мы налоговый у них минус 446 миллиона бухгалтер аудит проверял нет ну это в вашей компетенции решать это нам стоит завтра приходить что-то давайте начнем с самого начала давайте в чем заключается проблема включить человека в газу первая очередь потому что зима человек без газа когда отключили и кто 24 июня в своем заявлении я не говорил что я граждане сейчас советского союза а а я пришла меня зовут оксана геннали барабанова как я к вам могу обращаться да татьяна анатольевна у меня такая беда случилась я значит поняла что меня просто обманывают вводят в заблуждение в отношении а у нас конституция 29 статья пункт 4 273 федеральный закон пункт 3 о противодействии коррупции вительность органов государственной власти является публичной гражданский кодекс статья 152.1 позволяет мне это делать уточните только одно хочу уточнить мы не органы государственной власти потому что согласно согласно статье конституции органы местного соуправления не входят в структуру вот именно мы это знаем но все таки как бы так называют и нам люди не верят что вы как раз не государственные органы это даже теперь сами подтвердили это хорошо мы и органы государственной власти но пока у нас просто конституция 29 статья конституция дальше значит я поняла что платежки которые присылают АО Межрегион ГАЗ они не соответствуют законодательству а 402 федеральному законе о бухгалтерском учете то есть там нету печати нету подписи Гарамина и нету подписи главного бухгалтера ссылается на какое-то постановление но если вы юридически грамотный человек вы же понимаете но федеральный закон он выше чем любое постановление если постановление не нарушает федеральный закон то должно быть как бы все таки использовать федеральный закон и придерживаться закону потому что для меня как гражданина на основании 55 и 55 конституции действует только закон и конституция и мне вообще я не хочу даже эти постановления смотреть для меня закон и конституция вот значит потом далее у нас вот ответ из ФСБ посмотрите там правда по Челябинской области значит где четко прописано что у поставщика услуг в соответствии с третьим федеральным законом по деятельности подприема платежей от физических лиц то есть поставщик должен использовать специальный банковский счет Fold por over to Jakab платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами и банковскими платежными агентами. Да, 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 никто не платежными агентами. Дождите, я дослушаю, вы потом мне расскажете. Вот, то есть, на соответствии с этим 103-м федеральным законом, значит, платежные агенты должны использовать специальный банковский счет. На основании положения 579-го банки, да, Российской Федерации, спецсчет, это начинается с цифр 408-21. Межрегионгаз использует счет, значит, 407-02. Далее, у них платежка, там указан порсчет 301-01, который был отменен еще, по-моему, в 96-м году. То есть, этот счет уже не применяется, он был отменен. А до того момента, как он был отменен, это был счет, то есть, это просто свободные денежные средства банка. В принципе, у нас, как бы, есть такое видео, мы можем доказать, что все ИВЦ, ИРКЦ, Межрегионгаз мы платим, то есть, точкам центрального банка. И мы можем доказать, что центральный банк, он как раз потом не рассчитывается с поставщиками услуг. То есть, денежки уходят в неизвестном направлении на коммерческий просто расчетный счет, на курсчет 301-01, которого не существует. И самое главное, что в этих платежках не указан НДС. Вот у нас Межрегионгаз берет НДС, это у них прямо на стенде написано. Налоговый кодекс, он освобождает Межрегионгаз не указывать это в платежках, но при условии, что это будет указано в чеке, вам же в магазине. Я все-таки узнаю, в каком бы вопросе пришли. Мне надо ГАЗ подключить, мне незаконным способом отключили ГАЗ. Я вам сейчас объясняю. Потому что я написала Лихачеву волеизъявление, чтобы они подключили меня к ГАЗу, потому что я не хочу никаких отношений. Да, и подключили 24 июля. Вот сразу хочу вам сказать, как выглядит оригинал решения суда. Решение суда было? По решению суда или прикидываю? Вам начали рассказывать, вы не хотите слушать, потому что платежки, они нелегитимные. У меня нет договорных отношений с коммерческим организацией ООО Межрегионгаз. Вот вы ссылаетесь в ответе, что у меня договор с момента фактического отключения. У вас нет ГАЗПРОМ, я хотела бы уточнить, ГАЗПРОМ Межрегионгаз в Волгоград? Или вы говорите про Межрегион? А он ООО ГАЗПРОМ Межрегионгаз в Волгоград. Я просто про полное название, потому что есть компания Межрегионгаз в Волгоград, она занимается несколько другими работами. ООО ГАЗПРОМ Межрегионгаз. Мне ссылается, вы в своем ответе составили, что у меня договор с ними с момента фактического отключения. Вот, пожалуйста, они принесли мне Межрегионгаз в суд документ, что мне ГАЗ был подключен в 90-м году. Межрегионгаза в помине не было, и на основании этого у меня договор с Волгоград-Гургазом. Я не заключала договорных отношений с коммерческой организацией, которая против федерального закона номер 4, создана органами государственной власти, которые незаконно стригут денежки с населением. А вот судьи, вот это вот, Синавку, Декабрия, Огрышение, суда, что там значит? Это по задолженности, денежки там они высчитывают. Вы читали, у меня было никакой задолженности. Задолженности уже случили, да? Нет, на основании того, если договора никакого не было. У меня нет перед ними задолженности. Я говорю, что нет задолженности, потому что они не заключали договоры. Давайте мы сейчас... А давайте мы сейчас про суд поговорим. Давайте про суд. Суда у нас нет, как оказалось. Вот, пожалуйста, выписка с синими печати, мы взяли в налоговой. Судов у нас нет. У нас есть обособленные подразделения судебного департамента. А судебный департамент мы запросили, а он говорит, а мы не знаем таких товарищей. Мы только делаем организационное обеспечение, там материальное и так далее. Потом далее, наш Токторозаводский районный суд, согласно выписке с налогового органа, он зарегистрированный по адресу Аполченская, 10. Пожалуйста, можете посмотреть. А он находится на Аполченской, 4. Да, то есть вообще, и как бы у нас есть ответ, что департамент, он говорит, а мы не знаем, нет, они не наши обособленные подразделения. А у меня на руках ответ, а у меня с налогового органа. А вот это решение судовик, который... А вот, пожалуйста, вот это, вот это, это оригинал решения с материалов дела. Вот вы можете расшифровать, кто подписал этот оригинал решения? А вам его настралили, да? Нет, сами. Но я была. Это вот так вот выглядит оригинал. Сами снимали. Ну это ладно, пока мы сейчас уберем, что вот это, это вообще просто пильки на грамотах. Вы пытались расторгнуть? Да какой договор у меня нету, никакого договора. Ну как она могла расторгнуть, если чего нету? Что я буду расторгать, я не понимаю, у меня ничего нету. Даже пускай это решение, я понимаю, что оно не влетет юридических последствий, но я как бы обжаловала даже это решение. Тут, значит, мы судились с Межрегионгазом, а ГАЗ, значит, Карташова, судья, якобы, она как бы обязала, чтобы мне АО «Волгоград-Гургаз» отключил. Я подала апелляционную жалобу, в которой написала, что я прошу отменить это решение, поскольку привлекли в качестве третьего лица, то есть лицо, которое не участвовало в процессе. Вот. По сути, Межрегионгаз должен опять подавать в суд и заново рассматривать. Но, несмотря на это, ГАЗ 24 июля мне все равно приехал отключать Волгоград-Гургаз, которому было запрещено это делать. У меня есть апелляционное определение, где там написано, что... Покажем, апелляционное определение. Вот, пожалуйста, даже у меня есть исполнительный лист на Межрегионгаз. У меня есть, значит, вот эти самые решения суда. Где тебе апелляционка? Кто-то открочит его. Нет. А я вам на решение говорю. Не надо мне говорить о том, что они должны сделать. Я не смогу прийти к ГАЗ 24 июля Межрегионгаз и передать ему ваши слова. Просто наоборот. Вот давайте сейчас мы в вашей компетенции решили составить протокол вот об этом административном правонарушении. Это в вашей компетенции. В положении вашем написано. Вы заблуждаете. Решение, что написано? А облданно-бургату запрещено. По которым сотрудники департамента ЖКХ и ТЭК могут составлять протоколы. Я вам перечислю. Вопросы... По административным правонарушениям по определенным статьям и пунктам кодекса, отнесенным к вопросам благоустройства. Смотрите, ваше полномочие, как раз вы имеете право протокол. Вы вот это положение департамента от 2016 года, вы актуально видели положение департамента? Есть изменения именно там. Но именно в этом пункте нет изменений. Еще раз вам объясняю. В 2016 году в состав департамента до службы вкладило управление инспекцией жилищного надзора Волгограда, администрации Волгограда. Соответственно, все полномочия на 2016 год были общими. Управление жилищной инспекцией Волгограда, администрации Волгограда создано в связи с тем, что этой инспекцией были переданы государственные полномочия законам Волгоградской области. Теперь они являются подразделением аппарата администрации Волгограда. Вот они, как надзорный орган, подождите, да, слушайте, я вас слушаю, имеют право составлять протокол об административном правонарушении, так как выполняют функции надзорного органа. А тем самым он что-то подписал. Вот писал губернатор, закон 12 УД Волгоградской области, посмотрите, пожалуйста, по консультантам. Я сейчас говорю о том, какие дальнейшие были действия. Я за квартиру 10 лет судилась, и ничего. Вот когда апелляционное определение вынесли запретить АУ Волгограду, то есть это берется и подается опять суд. И мы идем в суд, и через суд это все, как бы, это самое. Поэтому мы вам скажем, какие документы вы можете подать. А у нас есть федеральный закон о газоснабжении Российской Федерации, в котором прописан порядок организации газоснабжения. Этот закон о газоснабжении, он везде в открытых источниках есть. В этом федеральном законе о газоснабжении прописаны полномочия каждого уровня власти, включая органы местного самоправления. Там что регулирует федерация, каким образом устанавливаются услуги, каким образом и когда, и в том числе в этом законе, подождите, о поставках газа. Прописана ссылка на нормативный документ, кто имеет право устанавливать порядки ограничений при остановлении подачи газа как населению, так и другим потребителям. Вы знаете, нет ни одного закона на сегодняшний день, который бы позволял бы отключать население от услуг. Униципальные служащие по закону, униципальные службы, не имею права, отключить давать юридическую оценку законам и нормативно-правовым актам, при этом на федеральном документе. Вот что нам делать, вот мы сколько вот этого прошли, нигде решения нет. Кто этим может заниматься, если есть решение суда? Да нет решения опять, какое вы говорите о том, что там не все равно, пускай я запрашивала этот договор у них в суде, чтобы они принесли, чтобы они взаимодействовали. Даже прокурор отвечает, мы обжаловываем действия судей, даже прокурор отвечает о том, это надзорный орган, высший, он учрежден федерацией. Даже он отвечает, что прокуратура не вправе подменять собой суд. Суд у нас, как вы знаете, является верным властью по Конституции. Который вон нет, что ли? Проект Конституции. Смотрите, то есть нам нужно решить проблему. Давайте собирать, значит, это не только вот ее проблема, это уже идет очень серьезная проблема. Я понимаю прекрасно, вот я вам почему говорю, начните читать внимательно закон угазоснабжения. Я прочитала. В законе, закон угазоснабжения у нас система права, система права построена следующим образом. Издаются рамочные федеральные законы, а потом в их развитии, в соответствии с полномочиями, которые определены федеральным законом, Я спрашиваю по своему письму, и все, хочу сидеть слушать законы. И сдают постановления и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, за исключением случаев признания их или отдельных расположений незаконными судами, в том числе и Конституционным судом Российской Федерации. Смотрите, у нас уже есть доказательства, что у нас даже суд выносит неправомерное решение. Как? Если суд выносит неправомерное решение, у нас есть гражданско-процессуальный кодекс, в соответствии с которым принять решение о правомощности или неправомощности судебного решения может только суд высшей инстанции, которая... Так что ты принял, чтобы запретить АО «Волгоград-Горгазу»? Вы что, почитайте определение. Я принял, насколько я понимаю, «Газпром» или «Жрегионгазу»? Какой «Газпром» или «Жрегионгазу»? Здрасте! Я уже пришла туда и увидела всех этих решений. С вами же слов, вы сказали. Специализированная организация. Приехала та организация, которая запрещена была. Там прямого запрета нет. Как нет? Запрещено подходить нет. Где у тебя это? Еще раз, зачитай вслух. Это вообще, конечно. И вот поэтому я вам объясняю. Для того, чтобы решить вопрос, вы считаете решение суда. Вот так, вы на это решение определение не смотрели. Решение суда. Посмотрите, отказать, отменить. Вы что? Слово «запретить». Покажите мне, пожалуйста. Ну, отменить решение. Поможите мне, пожалуйста. Вы сказали «Инк запрещено». Буквально толкует норму права. Отказать. Решение отменили. Вы понимаете, счастье? Отказать в чем? Обеспечить доступ. А он «Молгоград» в «Газпром». В «Жрегионгазу» было запрещено. Нет, я здесь не вижу запрещено. Так вы прочитайте. Вы сейчас примерку не прочитали. Да, ну и прочитайте еще раз. Я прочитайте. Покажите себя лечить. Не надо так со мной разговаривать. Да я вам сейчас прочитаю. Не надо так разговаривать. Я вижу себя с вами, конечно. Решение Тортрозаводского районного суда города Волгограда. Значит, счастье возложения на Барабанова Леонида Михайловича, действующего в своих интересах и несовершеннолетнего Барабанова Сергея, нас всех перечисляет. Обязанность обеспечить доступ сотрудникам специализированной организации АО «Волгоград Горгаз» к месту врезки внутридомового газового оборудования, находящихся на территории так-так-то, так-то. То есть для проведения работы на сетях газопровода по приостановлению подачи газа в домовладение от газораспределительной сети путем отключения газа от домовладения отменить. Отменить решение. Запретить подход туда, в Волгоград Горгаза, там слова нет. Газпромный регион газа. Запретили доступ, вернее, отказали доступ в сетях? Отменили решение. Решение в части Горгаза. Да, а он тоже придется. Газпромный регион газа не отменили. Я и говорю вам об этом. Вам и говорят, что... Я вам об этом и говорю. Вы что? Отрезал трубу-то Газпромный. Вы понимаете, приехал, а он... Отрезание трубы Газпромный регион газа. Вернее, Волгоград Горгаза вы зафиксировали? Да. А вы, пожалуйста, заходите, у нас канал есть. Мне, пожалуйста, не надо. Если вы его зафиксировали... Почему они наряд, акт наряд не дали на руки даже при отключении? Вот. Посмотрите, вы что пишете. То есть акт, а вы не дали его на руки. Какое? Вы вызвали полицию. Да. Вы вызвали... Он отмыл 50 человек, полиция и все. А вы не знаете, как это решается? Или вы живете в другой коммерческой организации? Я живу в коммерческой организации. А где вы живете? Я живу в Российской Федерации. Да что вы говорите? А Российская Федерация это что? Договор? Мне экзамен. Да? Вам экзамен. Потому что вы не видите. Экзамен открываете. Спите. По такому основанию. Да. Вот разговор, вы совершенно ни к чему не приедете. Дело в том, что сейчас нужно в первую очередь подключить эту ситуацию. Вы обращались куда-то? Я обратилась к Лихачеву. Отправились сюда. Значит вы компетентны в этом. Вы должны выбрать. Лихачев к вам отправился. Если вы в компетенции, если я отправила, то есть на имя Лихачева, а переслали вас, значит вы должны это сделать. Обеспечить меня, у вас все эти положения обязаны. Лихачев переслал ваше обращение для рассмотрения. Обращение нельзя? Обжалую. Нет, решение суда, сейчас это уже наверхах обсуждается, что не везде. Вот это разговор, не действует судебная система, это разговор, скажем так, политический орган местного сомправления находится вне политики. Мы занимаемся хозяйственными делами. Вот хозяйственными, я вам скажу, в первую очередь нужно подключить газ к человеку, потому что зима сейчас будет. Вы что, это будет уже уголовная статья. Бездействие органов власти и местного сомправления в этом вакууме, это будет уголовная статья. У нас закон о газоснабжении распределяет полномочия и порядок регулирует о приостановлении и прекращении подачи газа. Там не для того, чтобы мне газ обеспечить. И еще что, там прописано и дается определение, кто такой поставщик. Поставщик это собственник газа. Кто это собственник газа? Собственник газа? Народ. Да, да. Это вы, что мне, газпром, межрегион газ. У него кроме устава ни одного документа нету, кроме устава. Так, короче, это бесполезно, пошлите. Не, не, подожди, подожди. Не хочу я разговаривать. Давайте с вами договорим, может быть, они... Товарищ, которого мы ждали, она тебе конкретно что-то ответила? Что-то ответила? На ЛАД ответил? На письмо на двое. Это слушать законы здесь? Не хочу я. Какие-то мы должны сделать запросы, сделать запросы, если есть решение. Какой заговор? Я должна, почитайте. Какой я договор должна расторгать, я не поняла. Сами пишите, что договор считается расторгнутом с момента отключения. Конечно. Ну, ну, включили. А теперь пишут, что расторгнуть я должна, что я не обращалась или никуда, какой договор, вы можете показать мне. Вам, я же, верно, списал договор, что он у меня есть. Вам предоставили, если у вас какие-то кредиты. Понимаю, вам нужно для того, чтобы решить вопрос о том, чтобы я их отключил, нужно вот так. Если вы считаете, что нарушены ваши права, то вам ощущается Я по-русски по самообращению я пришла. Что вы говорите? Я говорю о том, что если мы не довольны, вы можете его обжаловать. Как всегда. Почему я должна это... Мы не в каждом ответе пишем. Это ваши права. Это ваши права. Какие мои права? Мои права, да, чтобы вы мне предоставили. Раз вам Лихачев сюда предоставил, на основании положения вы должны его обеспечить. Я вас спрашиваю, вы пишете ответ. Расторгнуть договор. Где этот договор? Вы мне можете показать, чтобы я что-то вообще могла... Или вы откуда-то взяли с неба все вот это вот. Ну, вы же с неба-то пишете. Нам что, Клихачеву идти на прием? Даже не знает адрес, где вы знаете. Прислала бумажку, без адреса. Кто еще, без самой дела, его положила на основание того ответа, который даже не знает адрес, и давал вот этот ответ. Организация прислала, держи, что ты... Тихо, дайте, кто-нибудь один. Она его прикладывает, и на основании верит, и на основании этого дает какой-то мне ответ. А сама даже адреса не знает. И не правила, даже адрес не могла нам назвать. Как она принимала, и как она мне давала ответ на основании этого ответа. Не существующей шарашки. И она должна была приложить копию этого ответа, что без ознакомления человек должен знать. Она не вправе прикладывать документ, адресованный мне человеком. Если вы в 59-й федеральный сфер, я вам еще раз говорю, вопрос был направлен в партнер. Вопрос касается человека этого. Ой, мама, помогло то, что внизу и то, что наверху, все одно и то же. Там сидела женщина такая же, моргала. Пошлите, все, без толку это все. Я так понимаю, она советовала снижение тоже. Какие советы? Вы даже не можете решение не умеете почитать. Написано, отменить ругодство Дургаза решения в части. И разрешено было Межрегионгазу. А кто такой Межрегионгаз? Прокладка, которая просто бабло-острый идет с населения. У них нет спецтехники или чего-нибудь нет? Да вы по существу ничего не ответили. Ответьте, ответьте. Ответьте, что вы тогда написали, сами не знаете, что вы написали. Вы понимаете, что вы способствуете тому, что... Нормально, отвечают и не можете объяснить, что вы сами-то ответили. Вы понимаете, подождите. Я хочу помочь решить вопрос. Но дело в том, что вы нам советуете, вы нам советуете, вы нам советуете, вы читаете опеллируют. Вы приходите и опеллируют. Я попыталась вам объяснить. Вы не хотите слушать объяснения, вы мне не верите. Вы считаете, что я некомпетентна обменять и меняем его руководителя в чем угодно. Я вам тогда рекомендую. Вы первоисточник читаете официально. Вот. И если вам... Это все, что вы можете посоветовать? Мы можем вам посоветовать. Ее отключили по решению суда. Вот, покажите, где тут, в 69-е вы говорите, где тут человека можно отключить. Покажите. У вас... Ну вы же ссылаетесь, вы что-то покажите. Постановление 549-е. В разбитии в этом... Постановление. Настоящие правила не распространяются на отношения, возникающие между юридическими лицами, приобретающими газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам. Потребителю, юридическому лицу можно. А для меня тут, профессор, поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, осуществляется исходя из следующих принципов. Это мне как ответили. Вы мне можете объяснять? Нет. Значит, обеспечение бесперевольности для населения. Я не знаю, что это действие в кокуратуру, но другого преступления. 549-е. Так что вы вас открываете? Да, обжалую, мы обжалую. Вам недолго осталось тут обжаловать. Люди просыпаются уже, а вы все спите, обжалую тебе будете. Как же деньги носите вот эти... Не жалую, что вы в свои границы, а может быть непонятно куда. Наши аспирации. Написали мне договор, ну что, какой договор? Какие деньги, не знаете, что вам надо? До свидания. Написали, что даже не знаете вообще ничего. Добавил субтитры... Добавил субтитры... ...своих субтитров... Продолжение следует...